средняя продолжительность жизни на западе 80 лет тем кому сегодня 80 было 10 лет когда закончилась вторая мировая и четыре года когда она началась солдатам участникам битв сегодня под 90 а то и за почти все генералы и политические лидеры люди принимавшие главное решение войны нас покинули в последние десятилетия многие документалисты спешили поговорить с теми кто видел эти события пока нить живой памяти не оборвалась этот проект не об отдельных судьбах и не о тех кто пережил войну мы почитаем десятки миллионов жизней оборванных этой войной и сопоставим их с числом погибших в других войнах в том числе с динамикой современных конфликтов солдат будем считать отдельно от гражданских лиц каждая из таких фигур это одна тысяча погибших мирные жители это самые разные люди убитые военные почти всегда мужчины их средний возраст 23 года в большинстве сражений на тысячу погибших солдат приходилось более тысячи раненых слово потери может сбивать с толку на военном языке оно означает и убитых и раненых и выбивших из строя по иным причинам мы будем считать только убитых начнем с американских солдат число погибших более 400 тысяч большинство из них убиты в европе в боях с нацистами около четверти в тихоокеанском регионе в сражениях с бонзами хронология потерь показывает что самые тяжелые из них были понесены в конце войны вторая мировая началась 1 сентября 1939 года но сша не вступали в нее два года до бомбардировки пирл харбора списки погибших резко удлинились в день высадки в нормандии это один из самых трагических дней войны для американцев две с половиной тысячи которых пали при взятии сектора омаха-бич одна лишь эта высадка унесла примерно столько же жизни американских солдат сколько вся недавняя война в афганистане за 13 лет на тихом океане самый кровопролитный была битва за окинаву за 82 дня что она продолжалась погибли 12 с половиной тысяч американцев в числе около 5000 в море от атак камикадзе теперь перейдем к другим странам начиная с европы германия развязала вторую мировую войну своим вторжением в польшу больше в конечном итоге потеряла около 200 тысяч своих солдат большинство из которых погибли после вторжения в период оккупации страны германии и советским союзом германия же в польской операции потеряла лишь 16 тысяч нацисты продолжили свое наступление захватом дании норвегии бельгии нидерландов франции греции и югославии франция сдалась лишь потеряв 92 тысячи своих солдат во французской компании общее число погибших французских военных превысило 200 тысяч включая погибших в лагерях военно-пленных и колониях югославия потеряла убитыми почти полмиллиона своих солдат потери с обеих сторон при вторжении были относительно невелики но очень многие погибли в период оккупации в партизанской войне гражданских конфликтах и массовых расстрелов эти молниеносные вторжения давались нацистам относительно малой кровью что удивляло и само немецкое командование великобритания и соединенные штаты избежали вторжения но дали германии бой британия с колониями потеряли убитыми примерно столько же солдат сколько сша германия же потеряла около полумиллиона солдат в боях против американцев и британцев на западном фронте во франции и бельгии но большинство немецких солдат погибли на восточном фронте после вторжения германии в советский союз эти цифры ошеломляют самые известные битвы на восточном фронте и возможно переломным моментом войны в европе стал стал сталинград 6 армия германии вошла в город но была окружена и отрезана пути снабжения советскими войсками конечном итоге в старинграде погибли полмиллиона немецких солдат еще 100 тысяч попали в плен из которых лишь 6 тысяч вернулись живы пленные на этой войне особенно на востоке выживали редко с учетом военно пленных германия потеряла в одном сталинграде примерно столько же солдат сколько на всем западном фронте против франции великобритании сша эта битва завершилась с победой красной армии но ее потери превысили немецкие прежде неодолимая армия германии будет окончательно разгромлена советским союзом при этом погибнут 2 миллиона 300 тысяч немецких солдат но за победу в этой войне ссср придется дорого заплатить в принципе в принципе и как разгромленная выясняет 8 миллионов 700 тысяч военнослужащих – это официальная советская статистика. Ее горячо оспаривают. Ряд исследователей говорят о порядке 14 миллионах погибших солдат. Для завершения подсчета военных смертей в Европе необходимо добавить потери немцев на других фронтах, включая Север и Африку, а также потери их союзников. Венгрия, Румыния и Италия. Временная шкала гибели военнослужащих в Европе выглядит так. Вы можете подробнее изучить этот интерактивный график, поставив комментарий на паузу. Перейдем к гибели мирных жителей Европы. 6 миллионов евреев были убиты в Холокосте. Разделив это число по странам, мы увидим, что около половины из них – 2 миллиона 700 тысяч – были поляками, 700 тысяч – советскими гражданами. Далее идут Венгрия и еще 17 государств. Разделив иначе, увидим, что около половины из этих 6 миллионов евреев погибли в концентрационных лагерях. Более миллиона в одном Асвенциме. Большинство из них были уничтожены в газовых камерах. Остальные умерли от голода, истощения, болезней или были казнены иными способами. Второй по числу жертв концлагерь – Треблинка. Лагерь смерти, спроектированный как вокзал. Эскадроны смерти убили миллион четыреста тысяч евреев. Как и в газовых камерах, первыми уничтожались мужчины, чтобы предупредить восстание. Жертвами Холокоста стали не только евреи. Нацисты убили, по разным оценкам, от 130 тысяч до полумиллиона цыган. Были убиты около четверти миллиона инвалидов. Геи, католики и представители других групп также уничтожались. Но их цифры относительно невелики. Некоторые историки считают, что в понятие Холокоста следует включать и другие убийства мирных жителей. В период немецкой оккупации были убиты еще два миллиона поляков, неевреев, часть которых отправили в газовые камеры Освенцима. Взятые вместе, военные и гражданские потери больше превышают 16% численности ее населения. Это самая высокая доля из всех стран. Но не самое большое число. Советский Союз стоит первым и в этом списке. Мирных жителей он потерял погибшими не меньше, чем военнослужащих – от 10 до 20 миллионов. Тяжелейшей трагедией Советского Союза стала блокада Ленинграда. Силы немецкой армии окружили город, в котором оставались неэвакуированные жители. Поставки запасов, в том числе продовольствия, были прерваны на 2,5 года. В результате погибли 1,5 миллиона человек, в основном от голода, преимущественно мирные жители. Доля вины за масштабы потерь лежит на жестоком отношении Сталина к собственному народу. Зачастую Сталин не разрешал эвакуировать жителей городов, чтобы заставить солдат крепче держать оборону. В сталинском ГУЛАГе погибли около миллиона советских граждан. Мирные жители погибали практически во всех странах, в особенности при оккупации. Многие из них стали так называемыми сопутствующими потерями. Но крупнейшие эпизоды не были случайностью. Население специально ликвидировали обстрелами и бомбардировками. Использовали в качестве живого щита, перед целенаправленно убивали голодом. К намеренному уничтожению гражданских лиц прибегали большинство стран участниц войны, включая Великобританию и Соединенные Штаты. Великобритания избежала наземного вторжения, но и она потеряла 60 тысяч мирных жителей. В основном от немецких воздушных бомбардировок, которые часто целились в густонаселенные центры. Британия отвечала немецким городам тем же и с лихвой, уничтожив в 10 раз больше мирного населения. Однако большинство гражданских, погибших в Германии, стали жертвами не налетов, а наземных операций на завершающем этапе войны. Нацистский режим рушился, и жители оккупируемых регионов были вынуждены бежать от наступающей Красной Армии. Происходили массовые изнасилования. Погибли, по разным оценкам, от 600 тысяч до 3 миллионов человек. Давайте посмотрим на итоговые цифры. Мы только что насчитали около 20 миллионов гражданских смертей в Европе. Если прибавить их к погибшим военным, о которых мы говорили ранее, получится более 40 миллионов. Но и в Азии шли военные действия. Здесь, как мы видим, подавляющее большинство погибших военных – это китайцы и японцы. Из погибших гражданских лиц около 6 миллионов жителей Китая, Индонезии, Кореи, Индокитая и Филиппин причисляются к жертвам военных преступлений Японии. По масштабу эти зверства иногда сравнивают с нацистскими. Китай уступает по числу потерь лишь Советскому Союзу. Как и советские лидеры, власти Китая продемонстрировали пугающую готовность жертвовать своим народом. Китайские националисты открыли дамбы на реке Хуанхэ с целью остановить японское наступление. В наводнении погибли не менее полумиллиона жителей Китая, что в 2-3 раза больше общего числа жертв азиатских цунами 2004 года. Но японцам вторжение в Китай обошлось лишь в 200 тысяч солдат. Большинство их потерь относятся к битвам Тихоокеанской кампании против США, Китая и других союзников. Значительная доля жертв среди мирных жителей Японии вызваны американскими зажигательными и ядерными бомбардировками. Вопреки официальным заявлениям США, эти авиаудары направлялись не на военные объекты, а на гражданское население. Если суммировать число убитых во Второй мировой войне, в Европе и за ее пределами, получится 70 миллионов, или около того, в зависимости от источников данных и методики подсчета гражданских потерь. Вторая мировая унесла больше жизни, чем любая другая война в истории. Вот для сравнения порядка 20 крупнейших из известных нам примеров войн и массовой резней. Отделить одно от другого, как мы убедились, бывает трудно. Некоторые из этих конфликтов охватывали века. Вторая мировая война привела к крупнейшим жертвам всего за 6 лет. Со времен начала этого графика население планеты заметно выросло. Унеся корректировку, можно увидеть, какая доля населения планеты погибла в каждом из конфликтов. Этот примерный подсчет показывает, что в пропорциональном исчислении Вторая мировая могла быть не самой губительной из войн прошлого. Обсуждение более современных конфликтов всегда вызывает споры. Но их анализ показывает удивительные вещи. В 1989 году историк Джон Гэддис обозначил понятием «долгий мир» отсутствие конфликтов между ядерными странами в период Холодной войны. Четверть века спустя этот термин все еще используют, но теперь его значение могло немного измениться. Страны Европы больше не воевали друг с другом, за исключением этой десятидневной войны в 1956 году, когда Советский Союз ввел войска в Венгрию. До Второй мировой европейские войны выглядели так. Чем дальше в прошлое, тем они чаще, хоть и меньше по масштабам. 44 крупнейших по размеру экономики стран мира не воевали друг с другом со времен Второй мировой. Богатые государства воевали с бедными, например, США с Ираком, но не с богатыми. Такого долгого периода мира между так называемыми «великими державами» не было со времен Римской империи. Многие считают слово «мир» преувеличением. Войны после Второй мировой все же случались, и их можно разделить на эти четыре категории. Колониальных войн теперь нет. Нет, как мы отметили, и войн между богатыми странами. Как мы видим здесь, войн между небогатыми странами становится меньше. Остаются гражданские войны двух типов, с иностранной интервенцией и без нее. Вот как выглядят современные боевые потери убитыми в сравнении со Второй мировой. Та война унесла больше жизни, чем все последующие вместе взятые. И опять-таки нельзя забывать о населении планеты, которая с 45-го года почти утроилась. Если учесть эту пропорцию при подсчете жертв, можно оценить вероятность гибели среднестатистического жителя Земли на войне. Тенденция к снижению этой вероятности становится еще более четкой. Речь здесь не идет о причинах снижения. Это тема для другого разговора. Этот интерактивный график позволяет увидеть, из каких конфликтов складываются суммы. Учтите, это лишь потери среди военных, но и гибель гражданских лиц идет на спад. Измерение мира – задача непростая. Как подсчитать всех людей, которые не погибли в войнах, которые не произошли? Мы придаем большое значение слову «мир». Но когда есть мир, мы его не замечаем. Иногда лишь напоминание об ужасе прошлых войн позволяет заметить, что нас окружает мир. Конечно, эта тенденция еще может измениться. По этим графикам трудно определить, какие решения нужно принимать, чтобы этого не произошло. Но чем дольше длится мир, тем он серьезнее. Если новости по телевизору не укрепляют вашего оптимизма, то, может быть, это смогут сделать цифры. Если вы хотите поддержать этот проект и помочь выходу новых серий, пожалуйста, подписывайтесь по ссылкам ниже. Если хотите, можете сделать скромный взнос за этот просмотр. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok